The Emperor has been expecting you. Я говорю не только о джедаях, появлявшихся в фильмах, но и обо всех джедаях в принципе. За всю 25-тысячелетнюю историю Ордена был сын Энакина Скайуокера. И да, нет никаких сомнений, что самым могущественным джедаем безусловно был Люк Скайуокер, о чём прямо заявлял Джордж Лукас, причём это заявление распространяется как на старый, так и на новые каноны. Люк Скайуокер был настолько крут, что он самостоятельно изучил умение боевой медитации, и даже в тот момент, когда его тело было без сознания, он мог управлять световыми мечами своих учеников для того, чтобы защититься от нашествия существ тёмной страны, на его Академию Джедаев на Ивине 4. И да, именно Люк Скайуокер впервые за историю Нового Ордена Джедаев смог пускать из своих рук молнию, мгновенно и, что примечательно, безболезненно убивая даже хорошо бронированных врагов, вроде Южень Вонгов, прославившихся как убийцы Джедаев. Кстати, в Старом Каноне он даже один раз был изгнан за пределы Центральных Миров за то, что его ученик, ставший впоследствии новым лордом ситов Тартом Кейдусом, нанёс галактическому сообществу огромный урон, и правительство Новой Республики, объединившейся с остатками Империи, боялось, что мощь Джедаев и, в частности, Люка Скайуокера будет очень опасна. Кстати, я на каком-то из Ютуб-каналов даже слышал, что в Новом Каноне Люк тоже был изгнан из-за того, что он сам боялся своей собственной мощи, но, на мой взгляд, это не так. Во-первых, в Новом Каноне мощь Люка ещё не была показана во всей красе, и помимо разве что какого-нибудь трюка вроде остановки выстрела бластера прямо в полёте, которому, вероятнее всего, Кайло Рен обучил именно Люк, никакой демонстрации его мощи не было, да даже если и будет, то это ни в коей мере не является причиной его изгнания. Кстати, мне интересно, какой джедай в Новом Каноне вообще является очень могущественным? Пока что никаких особых суперспособностей у них найдено не было. То что там говорить? Даже Великий Инквизитор, который раньше был джедаем, а потом перешёл на тёмную сторону и не смог даже выпустить из рук молнию и прибегал к помощи дополнительных устройств. Впрочем, как бы то ни было, я предлагаю вам принять своё личное решение и написать в комментариях имя того джедая, который, на ваш взгляд, является самым сильным во всей истории Нового Канона. Кстати, как вам идея сделать видео о самом мощном сите? Да, я уже делал подобное видео о ситах древности, но я думаю, стоит поговорить о тех лордах, которые обитали, так сказать, в более поздний период. Если ждёшь такое видео, то не поскупись поставить лайк, ибо я сразу же начну над ним работу, как только видео наберёт тысячу лайков. Всем спасибо за просмотр и, как говорили древние предки джедаев, позволь Силе идти с тобой. Субтитры создавал DimaTorzok